Шлягеры из известных кинолент звучат в исполнении коллектива Назаровской школы искусств. Небольшой экскурс в историю советского кино собрал людей разных поколений. Так необычно работники культуры предложили горожанам отметить юбилейный 105 день рождения Марины Ладыниной. Лауреат пяти сталинских премий Марина Алексеевна Ладынина, выросшая и сформировавшаяся на Назаровской земле. Марина Алексеевна удивительная, неповторимая, немеркнущая на отечественном кинонебосклоне звезда. На ладынинских вечерках всякий мог найти себе занятия. Пока родители наслаждались творчеством местных поэтов и исполнителей, ребятня покоряла детскую площадку. Дети постарше наперебой гримировали лица. Несмотря на прохладную погоду, площадь была заполнена. Горожане соскучились по дворовым вечерам, объединявших соседей и друзей. Ведь это радость для людей, это же праздник, великий праздник, это развлечение, это очень приятно. Почаще бы таких вечеров было, почаще что-то организовывали бы, это было здорово. Творчество Марины Ладыниной красной лентой пронизало выходной вечер. Небольшая экспозиция музея позволила Назаровцам узнать много нового о землячке. Горожане задавали вопросы музейным работникам о жизни и родственниках Ладыниной. Среди гостей вечерок племянник знаменитой актрисы. Это хорошее, замечательное мероприятие. Красивое. Конечно, большое спасибо всем, кто это организовал и притворил. Ранее ладынинские встречи проводились в музее, но после открытия памятника актрисе мероприятие решили сделать открытым, общегородским. Воплощая задуманное, организаторы не предполагали, что горожане примут столь активное участие в праздничной программе. Пришла сюда, чтобы послушать песни, послушать о Ладыниной, что интересно расскажут. Все равно мы мало знаем о ней. Мне они очень понравились. И тем более тут родилась Марина Ладынина. Душевная атмосфера наполнила сквер. Горожане вызывали творческие коллективы на бис. Продолжил вечер концерт ансамбля «Бревис». Шлягеры разных лет в исполнении коллектива сразу же превратили территорию у юбилейного в танцплощадку. Вот открытие само по себе состоялось, на мой взгляд. Этот праздник ладынинский, он будет теперь традиционным. В день рождения нашей выдающейся землячки. И проводим мы его не только для того, чтобы здесь собрать людей какого-то старшего поколения. Это очень важно, чтобы наше молодое поколение назаровцев воспитывалось в духе любви, в духе гордости за Марину Алексеевну Ладынину, как вот это происходило с нами. Такая творческая встреча назаровцам пришлась по душе. Общаясь, многие сожалели, что ушли в прошлое городские танцы под живую музыку. Виталий Астафьева, Юлия Подрезова. Новости. Моей мечту и путь.